Добрый день! Любите ли вы осень? Любите ли вы осень, как люблю ее я? Думаю, что большинство смотрящих нас ответит. Однозначно нет. Ведь как это было у поэта? Скучная картина, туча без конца, Дождик так и льется, лужи у крыльца, Чахлая рябина под моим окном. А после нашего питерского лета мало кто вообще воспринял приход осени с воодушевлением. Да это и не удивительно. Весна поздняя, а лето закончилось, так и не успев начаться. И тем не менее я продолжаю утверждать, что это прекрасная, а вовсе не унылая пора. Осень может нас удивить, если еще на стадии планирования осада к ней подготовиться. Ведь об этом сегодня и пойдет речь. Начнем с того, что осень в нашем регионе поистине золотая. Весь окружающий ландшафт становится ярко-желтым. Как на выставке картин. Залы, 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 вязов ясень и осин в позолоте небывалой. Липы обруч золотой, как венец на новобрачный. Лик березы под фатой, подвенечный и прозрачный. Все вокруг. Все вокруг, кроме ели и сосен и зеленого, превращается в желтый. Исходя из этого, я предлагаю обратить внимание на деревья и кустарники, которые в пику природному ландшафту имеют красную, а не золотую осеннюю окраску. Ну и не забываем про растения, которые цветут до первых серьезных заморозков. Сходу я могу назвать 8 растений, а точнее 6 видов и 2 достаточно большие группы, которые украсят наш осенний сад. Оговорюсь сразу, что в этом сюжете вопросы агротехники мы затрагивать не будем. Но обещаю, что каждому виду мы посвятим отдельный ролик или даже целый цикл. Начать хочу с достаточно редкой для наших садов рябины додонг. Северная пальма. Так ее прозвали за ее зимостойкость и необычайно крупные листья. В 2,5 раза больше, чем у привычной рябины обыкновенной. Но именно осенью эта рябина раскрывается в полной мере. Ее крупные листья, похожие на субтропические из темно-зеленого, превращаются в бордовые. Но между этим переходом вас ждет смена еще как минимум 5-7 оттенков. Даже когда листва окончательно опадет, додонг все равно не потеряет своего очарования. Она останется стоять с гроздьями красно-оранжевых ягод, грушевидной формы. Еще одним осенним украшением сада можно назвать клен красный. Я не имею в виду многочисленные краснолистные сорта привычного нам астролистного клена. На мой взгляд, они немного мрачноваты. А со второй половины лета и до листопада неизменно покрываются белым мучнистым налетом. Я хочу обратить ваше внимание на ацеррубрум. Возможно, свое название он получил из-за красных черешков, красных почек и незабываемой красной осенней окраски. Это достаточно крупное дерево с высокой зимостойкостью и кроной правильной формы. Надо отметить, что красный клен один из немногих из своего семейства, кто выдерживает длительное подтопление. Еще одно дерево в нашем списке – это северный дуб. Нам с вами он более известен под названием дуб красный. В отличие от привычного черешчатого дуба, дуб красный имеет стройную крону, молодые его листья с легким красноватым оттенком, а осенью он пополнит список деревьев, разбавляющих золотую осень, добавляя багряные краски. Переходя от деревьев кустарников, нельзя обойти своим вниманием бересклет. Три вида бересклета подходят нашим с вами условиям – крылатый, европейский и бородавчатый. Но только два вы сможете свободно приобрести в садовых центрах. Зато каких? Чего только стоит крылатый бересклет, который ярким пламенем костра озаряет ваш участок осенью. А первый снег? Нет ни одного растения, на котором так сказочно смотрелся первый снег. Европейский же бересклет сложно назвать зимним украшением вашего участка, но в своей осенней окраске он ничуть не уступает крылатому. Какие еще кустарники из абсолютно нейтральных летом осенью радуют наш глаз? Конечно, кизильник блестящий и черноплодка. Кизильник в нашем регионе ласково называют северным самшитом, ведь именно он является незаменимым растением при создании регулярных садов. А черноплодка? Думаю, что дачники во втором и в третьем поколении сейчас вдыхают. Ведь какое вино из нее получается? А настойка? Это наш ответ южанам. У них виноградники, а у нас с северным виноградом стала именно черноплодная рябина. Но речь не об этом. Речь об их багряной, яркой осенней окраске. Посмотрите, насколько эффектно смотрятся эти растения осенью. И последним кустарником с потрясающей осенней окраской, о котором хотелось упомянуть, стала в нашем списке стефанандра. Незаменимый почвопокровный кустарник для укрепления склонов и создания газонов. Почти одномоментно ваш склон, который еще вчера был темно-зеленый, вдруг превращается в оранжевый алый. Теперь мы плавно перешли к лианам. Всем знаком виноград девичий. Пылает красным всю осень. А если к нему добавить древогубец, то получится яркая осенняя изгородь, созданная на контрастах. И какая бы ни была пасмурная дождливая осень, желто-красные краски на вашем участке создадут вам праздничное настроение. На самом деле список растений, великолепно чувствующих в нашем регионе и имеющий яркую почти праздничную окраску, достаточно велик. Его можно продолжать и продолжать. Дополнить этот список можно и зеленолистными барбарисами и дернами. Большую визуальную нагрузку на себе несут хвойные. Именно они не дают впасть в уныние поздней осенью, когда лиственные окончательно сняли с себя одежды. Зеленые, желтые, голубые хвойные не дают впасть нам в уныние. Ну и последняя группа – это цветущие кустарники и кустарнички. К ним, несомненно, относятся все виды гортензий и верески. Внизу вы найдете ссылки, где мы подробно разбираем виды и сорта, а также агротехники этих растений. А гортензиям посвящен целый маленький цикл передач. На этом все. Желаю вам теплой и продолжительной осени ярких осенних красок в вашем саду. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...